Закинешь после своего вот этого? Да, мое уже достиралось или нет? Да. А ты помнишь? Ты помнишь наш спор? Приход. На суше. Слушай, спор. Мы на суше много раз спорили. Нет, мы только недавно поспорили на 2 килограмма суши. И еще не выяснили, кто победит. Ну, напомню. За клещи. Ну. Ты утвердал, что там не дети клещи. Утвердал, да. Мы с тобой собирались в микроскоп посмотреть. Да. Но вот пришла неделя, и тут, похоже, в микроскоп уже не надо смотреть. Что ты здесь видишь? Офигеть. Не открывай! Не открывай! Ну, Влад, ну закрой. Там 2? Да, уже 2 созревших. Офигеть. И один прозрачный. Видишь, это детка, видать, прозрачная еще. Так что, ты их разводитель? Надо жить его нахуй? Ну, сожжем. Капец. Надо еще под микроскопом все-таки рассмотреть. Отлично. Вот это, по-моему, тоже детки. Видишь, что на них? Наверное. На, под микроскопом их еще рассмотрим. А, убери, ну, убери, ну, кто-то из дома. Да и из дома. Ты же говорил, это мусор. Я скрюма скопионов привез когда-то, и они когда убежали, у меня шок был. Блянь, тут он по всему, вот это, он куча точек. И я прочитала, что клещи после того, как наедятся, они детей откладывают и умирают. А те, которые еще не кусали... Ну, то есть, получается, твой сынок. Он найдется в твоей пилоте. Это мои кровные родственники. Вот, поэтому когда будет сожж? Может, сегодня. Может быть, сегодня. Ну, посмотрим, да. Все, пошел. Нет, ну, Настю дождемся уже. Два килограмма мы обожремся. Нет, ну, помыть можно килограмм. Мы спорили на два, поэтому мы будем покупать. Будешь покупать два. Хорошо. Давайте, я сейчас покажу. Вот, смотрите, что у нас получилось. Вот этот вот... Так, фокусируйся. Ну, реально это второй клетч. Да. Вот, смотрите, что у нас получилось. Вот этот черненький клещ, да. Это тот, который меня укусил и заразил. А вот этот вот, это уже его детка, видите. Она такая прозрачная. И я ничего абсолютно им... То есть, они были в закрытой пробирке. Прошел уже месяц, вот, да, пока я лечилась, все. Я хотела сдать клеща на анализ, но так и не сдала. А теперь вот забегалась. И вот, мне кажется, что вот эти все черные точки, это тоже будущие дети. И вот побольше уже стали некоторые. Потому что емкость была абсолютно чистой. Вот. Вот это, мне кажется, тоже вырастет потом. И вот. А этот уже готовый почти. Свеженький такой. Мы их еще раз смотрим с микроскопом. Все. Давай снимем видео, как клещ впивается в чернень. Да, конечно. Ты хочешь быть укушенным зараженным... Детками зараженного клеща? Ради видео. Хочешь? Нет. Ну, я тоже не хочу повторно лечиться. Ну, можно заплатить тысячу гривен и отнести детей на анализ и проверить, они заразны или нет. Платим мне тысячу гривен, я тебе скажу, что они заразны. Я тебе даже печать подставлю. Ха-ха-ха. Вот так вот. Как их убить лучше? Я смотрела видео, что их даже после заморозки они выживают. После спирта выживают. В общем, нужно проверять какую-то химию. И потом спалить. Я думаю, сначала их нужно убить все-таки. Я сначала их надо долго мучить за то, что они кусали. За все злодеяния. А дети не кусали. Дети не несут ответственность за поступки своих родителей. А если они плохо горят или уползут быстро? А как только начнет плавиться, они уползут. Говорят, что лягушку, если поместить в холодную воду и поставить на огонь, то она сварится и не выпрыгнет. А вот если кинуть в кипяток, то она выпрыгнет обратно. И спасется. Поэтому если ты резко помещаешь в огонь, то мало ли, вдруг клещи тоже так разбегаются. Ну, я не знаю. Хочется. Владик, ты уже говорил, что это марсиане у нас. И проиграл. Поэтому слушай, пожалуйста, свою жену. Она плохого не посоветует. Она давай клещей разведет и будет угрожать потом, что выпустит их.